Привет, дорогие мои друзья! Недавно понадобилось проверить повышающий DC-DC преобразователь, а подходящей для него нагрузки под рукой, конечно же, не оказалось. Поэтому давайте исправим ситуацию и распакуем сегодня электронную нагрузку, которая может понадобиться для различных целей. В комплекте 9-ти вольтовый 1-амперный блок питания мне попался, кому-то кладут 12-ти вольтовые. Разницы нет, электроника нагрузки питается от 6 до 12 вольт. Также в комплекте идет переходник с китайской вилки. Для удобства использования различные кабели с крокодилами на концах. Само устройство внешне очень похоже на мини-компьютер. Но кроме компьютерного радиатора, с компом не имеет ничего общего. Ведь эта штука предназначена для того, чтобы преобразовать электрическую энергию в тепловую, ну и эффективно ее рассеять, соответственно. А также произвести некоторые измерения и отобразить данные на дисплее. Наверное не все понимают для чего это, объясню на примере USB тестера. Уж эту-то штуку думаю все видели. При помощи USB тестера можно измерить емкость пауэрбанка, можно зарядить через него аккумулятор какого-то устройства и посмотреть его реальную емкость. Тестер считает все, что проходит через него, а данные отображаются на дисплее. Но сам по себе тестер может только посчитать количество энергии, проходящее через него. А разрядить пауэрбанк он не способен. Для этого к нему нужно подключить либо смартфон, либо нагрузку, которая будет рассеивать электрическую энергию в тепло. И вот уже с нагрузкой выставив на ней, например, ток в 2 ампера, мы можем разрядить пауэрбанк и узнать сколько ампер часов прошло через тестер. Но эта связка годится для проверки всего, что связано с USB портами. А что если мы хотим узнать емкость, например, батареи от электровелосипеда, или батареи от квадрокоптера, или аккумуляторной батареи КАМАЗа на 24 вольта? Данная связка USB тестера и нагрузки для нас будет абсолютно бесполезна во всех этих случаях. А вот нагрузка, которую мы распаковали сегодня, решит и эти, и многие другие задачи, связанные с расчетом емкости батарей напряжением до 200 вольт. Примечательно, что стоит так же, как USB тестер плюс нагрузка, а функции выполняет гораздо больше и работает с гораздо большими диапазонами напряжений и токов. Все эти разъемы справа от радиатора предназначены для подключения источников тока. Подключайте, разряжайте, измеряйте, только не все сразу. То есть в конкретный момент времени можно использовать только один из этих разъемов. Большое количество параметров этого устройства менять всего лишь одной кнопкой очень неудобно. А вот для регулировки тока нагрузки здесь есть аж целых два переменных резистора. Для грубой подстройки от 0 до 20 Ампер и точной от 1 до 2. Есть динамика, повещающая нас о достижении заданных значений, это очень полезная вещь. И единственный черный разъем. Сюда, как я понял, можно подключить дополнительную нагрузку в виде нехромовой проволоки, но это я не тестил. А вот разъемы сверху нужны для питания самой схемы нагрузки. То есть либо комплектный блок, либо microUSB. Хоть и написано от 6 до 12 вольт, не понимаю зачем. От обычного пауэрбанка 5 вольт отлично работает. С обратной стороны на плате назначение портов подписано. Тут нарисован силовой транзистор, от которого и отводит тепло радиатор. Не помню марку транзистора, в отзывах на этот товар кто-то писал. Ссылочку вам оставлю, перейдите, почитайте, если интересно. USB порт справа, который поддерживает Quick Charge. По сути это выход, туда подключается один из комплектных кабелей. А также туда можно подключить USB триггер. Если вы не знаете, что это такое, я вам оставлю на него ссылку в описании. Перейдете, почитаете, сразу все поймете. Включив видим китайский язык, не переживайте, это всего лишь один из дисплеев. Дисплей переключается одинарным нажатием кнопки Mode. После дисплеев с измерениями идут настройки. BL подсветка, ее можно всегда включенной оставить. Можно указать время, через которое она выключится, а можно просто отключить. Далее максимальное напряжение указывается на тот случай, если мы решим что-то зарядить через это устройство. Минимальное напряжение, его нужно установить, если мы будем разряжать, например, свинцовую батарею. Устанавливаем 10 вольт, то есть после 10 вольт нагрузка будет автоматически отключаться. Аналогично можно установить отключение по току, по мощности. И все это устанавливается одной кнопкой. Вот это действительно минус устройства, делать это очень неудобно. Если этой нагрузкой мы с вами захотим измерить емкость, например, пауэрбанка, разрядить его, то устанавливать минимальное значение напряжения необходимости нет. В любом пауэрбанке есть защита от глубокого разряда. Она сработает и по разрядке пауэрбанк просто перестанет выдавать электричество. Перед тем, как подключить любой аккумулятор, ручки регулировки тока должны быть в крайнем левом положении. И уже потом нужно установить значение, исходя из емкости батареи. Например, если пауэрбанк на 10 000 мАч, то есть это 10 Ач, нужно брать 10% от емкости. Устанавливать ток для разрядки в 1 А. Если же таким образом вы решите разрядить автомобильный аккумулятор емкостью 55 Ач, нужно установить ток в 5,5 А. Кроме напряжения и тока, тут мы видим емкость в ампер часах, также видим Ватт часы, температуру транзистора и время, в течение которого работает нагрузка. На следующем дисплее появляется параметр текущей мощности 11,28 Вт. Ну и на третьем, последнем измерительном дисплее отображается еще и сопротивление нагрузки. В данном случае 1,85 Ом. Многократными нажатиями можем сбрасывать каждый параметр по отдельности. Это удобно. Двойное нажатие сбросит емкость в ампер часах. Тройное нажатие сбрасывает Ватт часы. Четыре нажатия сбросят время. Реальный геморрой делать все одной кнопкой. Да, вы угадали, тут есть пять нажатий. И вот это самое сложное, потому что одной кнопкой нужно установить время, после истечения которого нагрузка отключится. Блин, это ведь не шестой айфон. Неужели китайцам сложно было припаять сюда еще парочку кнопок для установки значений? Для разрядки остальных батарей, не USB, есть зажимные разъемы, которые ближе к радиатору, это плюс, следующий чуть пониже, минус. И вот уже на этот вход можно подавать любое напряжение до 200 вольт. Это у меня аккумулятор из бесперебойника, его емкость 7,2 Ампер часа. Для правильного измерения емкости данной батареи, ток под нагрузкой не должен превышать 0,72 Ампера, то есть 10% от его емкости. Моя цель не была измерить емкость, я просто издевался над нагрузкой и смотрел, насколько хорошо радиатор рассеивает тепло. На данном экране наглядно продемонстрирован закон ОМА. Уменьшаем сопротивление нагрузки, возрастает ток в цепи и увеличивается мощность. Примерно на половине от заявленной мощности радиатор очень хорошо рассеивал тепло, он практически не нагревался. Конечно же я очень увлекся этой нагрузкой и совсем забыл установить минимальное напряжение в 10 вольт, подключив на разряд свинцовый аккумулятор. Пока я переводил и изучал инструкции, в общем-то я уже все основное вам из нее рассказал, разве что кроме режима калибровки, но это совсем просто. На выключенном зажимаем кнопку мод, подаем питание и попадаем в калибровочное меню. Я вам это на видео не показал, но там двойным нажатием нам нужно просто обнулить ток и напряжение. Вот и вся калибровка. В общем пока я читал и переводил, у меня села не только батарея на смартфоне, а еще и батарея, которую я поставил разряжаться. Напряжение под нагрузкой упало ниже критических 10 вольт. Но я все равно хотел показать вам как работает автоматическое отключение и установил значение на 9 вольт. Вот здесь после максимума устанавливается минимальное значение напряжения. И когда батарея разряжается до указанного тут значения, нагрузка автоматически отключается. Это происходит следующим образом. Тут нужно пояснить немного. Напряжение под нагрузкой падает до 9 вольт, нагрузка отключается, напряжение опять возрастает, затем нагрузка включается. Этот процесс цикличен, пока напряжение не упадет до заданного и больше не поднимется. В двух словах устройство очень понравилось. Рекомендую к покупке, ведь в наших магазинах за эту цену можно приобрести разве что отдельно только радиатор от этого устройства. На этом у меня все. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю добра, удачи, позитива, хорошего настроения. С вами был Александр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok